Значит, давайте я в общем скажу по команде, это не только к ситуации в Грузии относится. У меня есть определенные вопросы к личным тренерам спортсменов. Этих спортсменов 4 или 5, пол я не буду уточнять и фамилии, которые на данный момент не соответствуют модельным характеристикам данного этапа подготовки по функциональной или технической подготовленности. Завтра сразу проведем служебное совещание на Круглом, примем определенные меры, обсудим тактику поведения. Из 35 человек у меня определенные вопросы на данный момент вызывают 4, 5, 6 человек максимум. Это такой обычный процесс, наверное. Это нормально, это рабочий процесс. Зачем они и проводятся, контрольные соревнования? Ну, у одного очевидная проблема с техникой, у другого там не плывет вторую половину. Значит, энергетическая система, которая должна отработать на второй половине дистанции, не готова. А будут какие-то еще после этого такие контрольные старты? Нет, у нас есть стартов не будет. Будет процедура оперативного контроля. Там биомеханических характеристик, гидродинамических характеристик. Это отработанная система, значит, оценка функциональной подготовленности. Это все вписывается в тренировочный план. Есть ли у кого-то из участников Кубка России, которые еще не прошли олимпийский отбор, вскочить на подножку? Нет, таких шансов нет. Отбор был закончен 23 апреля 2016 года. На чемпионате России. Да. Такой вопрос. Недавно проходят еще другие соревнования, да, в частности юниорские, да. Это первенство мира на открытой воде, первенство Европы, значит, в бассейне тоже прошло, да. И плюс еще первенство Европы прошло на открытой воде Сидимзо, сочпали Европы. Как оцениваете вот эти старты как главный тренер сборных команд России? Значит, то, что касается первенства Европы по плаванию в бассейне, результаты ожидаемые, нормальные. Могли быть лучше, если бы мы не отобрали в них пять человек. То есть пять человек, которые имели право выступать на первенство Европы и выиграли бы там, с моей точки зрения, 7-8 золотых медалей, они готовятся с нами к Олимпийским играм. Эта ситуация нормальная. Были ошибки в прежние годы. Поэтому то, что касается открытой воды, есть несколько высоких результатов. Чемпионы Европы, есть Абросимов, по юношам есть тоже приличные результаты. С моей точки зрения, как бы ситуация абсолютно нормальная, но меня-то в первую очередь интересуют два спортсмена, Крапивина и Дратцев, которые сейчас целенаправленно готовятся к Олимпийским играм. 24-го они улетают, недалеко от нас будут, мы будем в Сан-Каэтане, под Сан-Паулом, они будут там на побережье. И 9-го числа они заезжают в Олимпийскую деревню, у нас пойдет 4-й, 5-й день соревнований. И 15-го и 16-го они плывут. Поэтому меня больше беспокоит ситуация с Дратцевым. А как вам быть одновременно? Будете руководить и той, и той командой? Главный тренер принимает стратегические решения, я им помог спланировать, мы согласовали все. Все остальное работают их личные тренеры, оба личных тренера, едут на заключительный сбор, поэтому это нормальная ситуация. Где основная команда будет проводить подводящий сбор? Значит, у нас двухэтапная адаптация, 20-го числа, послезавтра, в 5 часов 20 минут, мы вылетаем португальскими авиалиниями в Лиссабон, там нас встречают, едем 30 минут, и в местечке Рио-Майор у нас все организовано, хороший отель, 10-ти дорожечный плавательный бассейн, тренажерные залы. Значит, это такой некурортный городишко, очень маленький. Значит, затем, тут мы выбиваем 2 часа, то есть разница между Москвой и Лиссабоном 2 часа. Затем, 27-го числа, опять же, утренним рейсом, 8 часов лету, более короткого маршрута в мире не существует. Мы прилетаем в Сан-Пауло, где опять нас встречает представитель нашей команды, начальник команды, и где уже будут с 22-го числа американская группа тренироваться. Мы приезжаем, размещаемся в отеле, вечером немножко поплаваем, ужинаем, и ложимся спать не раньше 10-11 часов. И у нас там есть два этапа внутри, мы немножко сдвинемся. Последние 4 дня мы будем тренироваться в полном соответствии между, ну, как бы, по графику олимпийских игр. То есть там предварительные заплывы в час начинаются, вечерние заплывы, ну, финальные заплывы начинаются в 10 часов. Вот по этому графику мы будем тренироваться. 4-го числа из местного аэропорта мы вылетаем в местный аэропорт Рио. Почему я подчеркиваю, доместик? Потому что ехать из международного аэропорта до Олимпийской деревни 3,5 часа с учетом трафика и фавелл. Не уверен, что полиция справится, потому что когда я там был в октябре, они, любители, попродавать булочки на этой трассе, могут остановить. Вот. И мы размещаемся в Олимпийской деревне 4-го, вечером плаваем, 5-го числа в день открытия, также два раза плаваем. И 6-го у нас начинается соревновательная программа. Я хочу просто подчеркнуть, что ничего в этом необычного есть. Мы заранее в сентябре все это спланировали. Я слетал туда в командировку, затем летал туда начальник команды. Отношения в Португалии и Бразилии к нам хорошие. В Сан-Каэтану нас будет встречать мэр города. Они там как бы все оборудовали. Не знаю, у меня особых опасений нет. Дали нам 100% гарантии безопасности. Специальные полицейские, которые будут нас сопровождать. От отеля до бассейна там недалеко, 2 километра, но будем ездить на автобус. Поэтому доброжелательные, хорошие люди. Спасибо.